привет друзья сегодня у нас обзор рюкзачка так сказать тактического рюкзака сейчас мне тут просто смотреть надо это называется он рюкзак штурмовой малый laser cut highlander это у нас рюкзак продукт от компании милтек но я вам так скажу есть и так точно такие же делать видимо все кто такие около китайские бренды они стандартный классический рюкзак их не просто и шлепают свои наклейки как бы на ошибки все что это за рюкзак это штурмовой рюкзак объемом 20 литров то есть достаточно небольшого веса габариты его 40 на 20 и он может на 15 сантиметров глубину растягиваться и это у нас скажем так более гражданская версия чем есть такой же highlander до такой же такая же модель рюкзака но у нее здесь нашиты стропы моли здесь они есть но они как бы это сказать ткани проделаны и просто ну как бы вдвойне прошиты они не так глаза бросаются не такой суровый тактический прямо такой насчет крепости и не знаю насколько будет долг хорошо держаться эти непрошитые стропы вырезаны просто как бы по большому счету как правило на них мало кто что вешает поэтому для как гражданский рюкзак он мне кажется более как EDC рюкзак который носить целую вещи как-то просто по городу он более приемлем чем тот который с ошибками с молями да со стропой что и представляет из себя этот рюкзак давайте начнем со спины то есть нас встречают здесь лямки лямки можно было бы сделать чуть пошире как по мне то то есть они слишком уж они худенькие тоненькие но при этом они у нас здесь у нас уплотнитель есть такая толстая какая-то пенка внутри вставлено то есть по идее всего нормально нагрузить на плечи он давить сильно не будет все у нас прошито здесь у нас для всяких разных навесить карабин там или что-нибудь есть лямки всякие разные разнообразные снизу у нас есть поясная разгрузка не очень как по мне сделала она хорошо но смысле не то что хорошо в смысле в том что можно было бы если это поясная разгрузка сделать и чтобы он более опять же шире лямки на пусть его хорошо нагрузить будет врезаться в бока в поясницу лямки пришиты у нас здесь хорошо от рюкзака нижняя часть то есть у нас вставки есть такие как они называются не знаю правильно и все прошито у нас достаточно добротно спина рюкзака мягкая но при этом скорее всего он будет позиционироваться как дышащая она скорее всего нифига дышать не будет потеть будет как очень сильно то есть у нас здесь хоть и прошито строчкой да как-то но все равно здесь также у нас есть скрытый карман на всю глубину в этот карман я так думаю мы можем поместить то ли я не знаю там гидратор то ли ноутбук может быть то есть в принципе без проблем сюда влезет здесь эта часть у нас опять же у нас здесь толстая с пенкой внутри то есть очень даже такая по идее он и жесткий достаточно жесткий рюкзак что сзади у нас собственно все да у нас больше ничего нет есть у нас лямки и все что у нас с боков с боков у нас во первых утяжки да то есть что мне понравилось сразу это то что есть можно лямки они болтаться не будут мы просто скручиваем до до определенного размера как нам надо отрегулировали на пряжку и фастекс да есть просто взяли и все у нас она как бы аккуратненько все скручено нам не мешать фурнитура здесь вся безымянная не могу сказать о качестве ничего но так на вид вроде бы сделано все неплохо сбоку у нас здесь опять же есть эти так называемые система моли но не строка так называть большой карман на всю глубину вот здесь на липучке что-то длинное я знаю там кто-то может собой лом носит какой-нибудь коробки или монтировку сюда будет отсунуть без проблем с этого с одного боку с другого боку у нас собственно то же самое по идее да то же самое это на части самой дальней то что у нас поближе здесь идут молнии да у нас и есть еще классическая стропа моли в одном месте нашита все-таки она это не знаю для чего может быть опять же для карабинов для чего угодно назад снизу снизу у нас без всяких фастексов просто есть у нас утяжка тоже то есть мы можем тогда мы разгружаем его отпусти ли чуть-чуть начнем во время отпустить его у нас растянуться канал не научины мы можем смело его затянуть да и у нас как бы эль зак будет очень плоский то есть это как по мне это это плюс большой у нас мест занимать практически не будет это болтаться сверху у нас ручка сделана вот так довольно таки неплохо прошито все два слоя у нас стропа идет здесь пошли поуже как бы все очень даже удобно дальше по кармана пройдемся карманы у нас сверху один большой карман есть для всякой мелочевки для ключей я думаю для чего угодно под ним карман здесь карман тоже скажем так с органайзера внутри здесь у нас всякого разного рода подручки как всякую билиберду отделение цену и собственно все большой большой достаточно глубокий карман следующий отделение это у нас скажем так среднее отделение открываемого да видим здесь опять же практически на всю глубину но она немножечко узкая здесь тоже у нас есть небольшие кармашки сеточка есть это же сюда можно там положить там то ли тетрадку то ли чего-то там такое еще и затем у нас самое самое большое отделение в котором у нас она раскладывается вот таким образом сюда мы можем положить уже все что угодно здесь у нас опять же сетка и с этой стороны внутренней скажем так карман видно такой небольшой неглубокий кармашек такой и вверх сюда то есть сюда мы можем положить чего-то там такое что нам надо на этикетке стопроцентный полиэстер made in china как бы все как надо рюкзак собственно неплохой но как всегда блин китайский материал вот это вот изобретение внутри вот этот клеенчатая часть но это вообще-то на голову не ну сделайте вы обычную какую-нибудь там не знаю кордуру какую-нибудь там или что-то будет пускай будет опять же чуть дороже но хотя бы будет работать не обсыпется потому что вот эта часть вот эта клеенка она со временем у кого такие сумки были такого плана у меня была не одна такая сумка она вместе изгиба буквально через месяц через два начинает просто-напросто это облазить эта клеенка то есть но это некрасиво и непрактично очень и что еще один минус который мне скажем так не понравился если вы делаете уж из клеенки типа она да она водонепроницаемая и так далее и тому подобное сделайте вы тогда и молнию уж как это сказать водонепроницаемая хотя бы обычно классическую молнию то переверните наверх ногами потому что через эту будет затекать вода то есть сделать ее хотя бы более влагостойкой или какую-то здесь ну какую-то там чтобы скрывалась молния из ткани сделайте сверху мне кажется будет более надежнее защита будет выше а так собственно неплохой рюкзачок за свои деньги их можно купить что в китае что в украине где где хотите они продаются и куча разных брендов и им так делает и милтек я не копался может быть и другие фирмы делают не буду не буду утверждать но как бы там ни было за свои деньги маленький компактный рюкзачок для каждодневного ношения собственно можно его опять же как самый большой плюс утянуть его если он у вас пустой максимальный он будет плоский комфортный большое количество карманов можно его загрузить чем хотите и положить его очень много ну собственно на этом все такой вот рюкзачок цвет кстати я не помню это какой-то там питон какой-то на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока